Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! В эфире Финам ФН Сухой Остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему инвестиционной идеи по рынку низколиквидных акций. Вот такая вот интересная история сегодня нам с вами предстоит. В этом есть, видимо, сермяжная правда жизни, жизни нынешней, современной. Почему именно на неликвид мы вдруг обратили пристальное внимание? Есть, наверное, причины этому. Собственно, об этом и поговорим, и вам расскажут сегодня, какова эта причина. Мои гости в студии Виталий Крюков, аналитика ФД «Капитал». Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. И Константин Комиссаров, управляющий активами «Локобанка». Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что ж, я некие приготовления традиционные еще сделаю. Значит, для слушателей и уважаемых моих я напоминаю, телефон в студии 6510-996, код Москвы-495. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными наблюдениями. То же самое вы можете сделать, воспользуясь ресурсом, интернет-ресурсом finam.fm. Заходите, задаете вопрос, комментируете происходящее событие. Ну и еще один вариант у нас появился недавно. Сейчас те, кто находится на сайте рейсона холдинга finam, finam.ru, имеют возможность присоединиться к нашему общению в режиме видеоконференции. То есть видят и просто слышат «Да, да, да, Виталий, вот сейчас видишь, поправил рубашку». Ну и видят все, что происходит в студии и, соответственно, тоже задают нам вопросы. Вот такая у нас тесная, теплая компания. И начиная эфир сухого остатка, я, если позволите, традиционно нарисую картину маслом в Москве 1806, что происходит на финансовых рынках в данный момент, ну или до данного момента, что уже произошло. Учитывая, что американцы присоединятся к нам попозже, значит, мы будем начинать с отечественных индикаторов фондового рынка. Это небезызвестные вам индексы РТС и ММВБ. Как ни печально, или, как говорят сейчас, печалька. Ну и тот, и другой на 1806 теряют по полпроцента, хотя открывались достаточно оптимистично, и повод для этого был. Да, как в фильме оно говорит, повод есть. День взятия бастилии пустую прошел. Вот повод был сегодня открыться вверх, но, тем не менее, оптимизм весь растерялся. Что и происходит на сырьевых площадках. Нефть марки Брэм, как вкопанная практически стоит в районе 110 долларов за баррель. Золото торгуется также недалеко от 1750 за унцию. То есть это хай пятничный, и пока там рисуется какой-то узкий-узкий, или, как говорят, пила в таких словах. Там что-то, кстати, опять пила. Ну, индикаторы рынка Форекс выглядят так, ну, более-менее оптимистично. После пятницы, на самом деле, ничего там существенно не изменилось. Евро-доллар 1.2950 в моменте сейчас торгуется. В общем, 1.30 он потрогал, и пока еще не собирается никуда ходить далеко. Основной набор голубых фишек сегодня в красном цвете все же преимущественно. И я, значит, отмечаю акции, обыкновенные ВТБ упали более чем на процент. Газпром тоже 138. Боже мой, что-то я не видел давно его. В таком положении 138 рублей, да, минус почти полтора процента он сегодня тоже сдал. Обычка МТС сегодня минус 1,2 процента потеряла. Ростелеком минус 2 процента с лишним. Вот, ну и что-то. Росгидра еще почти 2 процента. В общем, как-то печально, печально все это. Ну, нам это, как оказалось, не так страшно, потому что у нас сегодня тема другая. Мы, собственно, не особо интересуемся вашим Газпромом, ВТБ и Сбербанком даже не особенно. Потому что есть низколиквидные акции. И в них, да, Виталий, в них есть идеи. Неоднократно ты об этом заявлял. Ну и сейчас твой звездный час. Прям так звездный час. Или как говорят, твой выход, Виталий. Ну, про газовую монополию все-таки мы будем говорить косвенно. Потому что компания объявила масштабные инвестиции на востоке страны. Строится, приступает к строительству Южного потока. Уже были подряды выданы. Вот, одновременно с этим часть участников рынка считает, что Газпром на этих инвестициях будет терять деньги. Поэтому акции падают. Но если где-то убыло, значит где-то прибыло. Логично. Если одна акция падает, значит другая может вырасти. И на этой идее, собственно, можно смотреть на акции компаний, которые будут осваивать все эти инвестиции. В частности, там очень положительную отчетность показал спецгаз «Автотранс» за третий квартал. Извини, пожалуйста, то есть еще раз, да, идея какая инвестиционная. Вот есть Газпром, да, он затеял какие-то там масштабные проекты. Да, масштабные проекты. Часть участников рынка не совсем верят в экономическую обоснованность этих инвестиций. Инвестиции колоссальные. На востоке страны, ну там, в газопроводы, в освоение месторождений инвестиции исчисляются триллионами. Вот. В Южный поток суммы тоже большие очень. При этом, значительная доля этих инвестиций будет приходиться на расширение газопроводов на территории России. И уже под это дело были выданы подряды очень интересным компаниям. Вот, собственно, о них-то и речь, правильно я понимаю? Вот, да. И эти компании, которые будут осваивать этот бюджет, они очень интересны и продолжают радовать своей отчетностью. Термин опасный такой, да, компания? Осваивать бюджет будут. Осваивать бюджет. Ну да, то есть, я уже выделил ту компанию, которая, в принципе, положительно удивила за третий квартал. Оценка акции весьма низкая. Менеджмент по значительной доле присутствует в капитале компании. То есть, это немаловажный фактор при выборе инвестиций. Оценка, там, ПИ, там, один, а может быть и ниже даже. Но это даже здесь не суть главная. Есть вероятность того, что дивидендная доходность по этой акции по итогам года может быть очень большой. То есть, исчисляться десятками процентов. Вот. Вот, поэтому это вот как одна из идей. В принципе, вот на этих инвестициях вот есть три идеи, да. Ленгаз спецстрой, спецгаз автотранс и в НИПИ газ добыча. Это все вот такие крупные, да, то есть, вот так вот брать. Но вот я бы вот из этих трех, наверное, выделил, как такой вот положительный момент. Это спецгаз автотранс. Ленгаз спецстрой за прошлый год платил очень большие дивиденды. Там больше 20% была доходность на акцию. Вот. Ну, увидим, как это будет в этом году. Но вот по оценке, да, вот спецгаз автотранс в последнее время очень выглядит интересно. Акция, в принципе, там за последнее время выросла. Вот. Но я думаю, что удвоение акции вполне может быть. Вот. Плюс в НИПИ газ добыча тоже очень положительная отчетность. Потоки хорошие, поэтому, может быть, и на эту акцию стоит смотреть. Это как один из блоков. Да, это то, что относится к Газпрому, к его инвестиционной программе. Да. Потому что есть еще программы РЖД с неким таким изменением фокуса. Это в последние годы за РЖД не было заметно такой повышенной активности по выкупу локомотивной тяги. Вот. И на ближайшие три года локомотивная тяга, то есть это тепловозы, электровозы, практически будут выкупаться полностью. То есть даже, может быть, не тогда практически, а весь объем производства будет выкупаться. В этом ключе может быть очень интересен коломенский завод, например. Хотя, там, больше половины выручки у коломенского завода приходится на дизельные двигатели, на дизельные генераторные установки для АЭС. То есть здесь косвенно еще делается ставка на АЭС, то есть на Росатом, программу Росатома по строительству энергоблоков новых. Вот. Поэтому вот это одни из интересных тем. Низко-ликвидный. Костя, твоя очередь. Ну, я, наверное, прокомментирую, несколько нюансов отмечу. Значит, в подавляющем большинстве случаев речь идет, конечно, о бумагах с очень низким фрифлотом. В том же коломенском заводе сформировать позицию там больше, чем на, ну, навскидку скажу, 20-30 тысяч долларов будет очень тяжело. Поэтому это тоже нужно учитывать. Значит, в целом идея была озвучена достаточно правильно. Единственное, я хотел бы... Обе идеи, да? Все-таки одна идея связана с Газпромом. С Газпромом. С РЖД я бы не стал с коломенским заводом связываться, потому что, ну, просто большой пакет вы там не сформируете никогда. Ну, мы говорим о частном инвесторе, поэтому, собственно, 20-30 тысяч долларов, то это нормально. Ну, понимаете, как бы, да, может быть, ну, даже, даже такую позицию... Даже 20-30, это оптимистично даже. Да, достаточно тяжело купить. Это многовато даже, да? Я, насколько помню, мы еще вот на прошлой работе, где вот мы с коллегой вместе работали, пытались в эту бумагу играть, но как-то у нас там не очень получилось, именно с точки зрения собирания позиции. Кость, я тебя прерву, сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжаем. Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток, меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем инвестиционные идеи по рынку низколиквидных акций, поскольку высоколиквидных акций идей практически не осталось. Ну, я, конечно, шучу, но, тем не менее, тем не менее, видимо, это так. Сегодня в студии Виталий Крюков, аналитика ФД Капитал и Константин Комиссаров, управляющий активами Локобанка. Кость, продолжай, пожалуйста, собственно, вот прокомментировал ты идею, связанную с РЖД. Теперь смотрите, что важно понимать в таких маленьких историях. Важно понимать, на сегодняшний день инвесторы воспринимают только одну идею, это дивидендная доходность. Пинаи один, Пинаи половина, собственно говоря, этим сейчас никого не удивишь. Большие в историях типа облгазов, там они все торгуются, наверное, на таких Пинаи, и по большому счету никому не нужны. В принципе, я согласен, есть такая очень высокая вероятность, что компании господина Ротенберга, это озвученный Ленгаз спецстрой, Волгогаз еще есть такая, представленная на рынке, которые как раз получат какую-то часть этих контрактов, как мы это видели в прошлом. В принципе, компании интересны тем, что в прошлом году они честно заплатили около 30% payout был, высокая дивидендная доходность, то есть здесь может что-то быть. В НИПИ газдобыча, это подрядный институт Газпрома, интересен тем, что объем кэша на балансе равен капитализации на сегодняшний день, и так как у института нету никаких проектов, последние два года они платят там около 65% чистой прибыли в виде дивидендов, это дает там, наверное, где-то 20-24 дивидендную доходность по префам. В принципе, как квази-бонд это, наверное, имеет смысл, но опять-таки надо понимать, что бизнес этих компаний, он очень волатилен, особенно с учетом такой специфики российской отчетности, отображения неких долгосрочных контрактов, и внутри года там может все гулять достаточно сильно, но тем не менее, да, наверное, это какая-то такая здравая мысль, и эти бумаги, ну, их интересно подбирать в момент Panic Cell, потому что, допустим, в Волгогазе, я могу вам сказать, там несколько крупных игроков контролируют весь фрифлот, и они спят и видят, как сейчас пересадить туда кого-то из других участников рынка. Вот, поэтому эту бумагу вы сейчас возьмете по очень высокой стоимости, да, может быть, получите дивиденды, может, нет. Ну, как фокус-лист на какой-то Panic Cell, да, это, наверное, имеет смысл. Кстати, ты говорил о высокой ликвидности, это связано вот именно с теми компаниями, о которых говорим сейчас, или, в принципе, о высокой волатильности, извини, я говорю, да, или, в принципе, мы говорим о низколиквидных бумагах, они всегда подвержены высокой волатильности? Нет, я говорил о высокой волатильности финансовых показателей внутри года, это связано со спецификой отображения, в частности, строительных контрактов, да, финансовой отчетности. Ну, по «Волгогазу» убыточная компания за 9 месяцев. Да, ну, там, может, в четвертом квартале, да. Может, за последний квартал всплыть. Крупная прибыль. Крупная прибыль, это вот как по «Спецгазавтотрансу» была убыточна за 6 месяцев, потом за один квартал в плюс вышла, и плюс на балансе появился кэш-бэш. Вот, поэтому эти бизнесы, их, в принципе, мне кажется, даже не стоит вот внутри квартала анализировать так вот плотно, потому что волатильность всегда высокая, в общем, это надо как некую ставку делать в долг, и просто на сам бизнес, на инвестиции, газовые монополии, да, вот, и не дергаться особенно, то есть, там, не купил сегодня, не продал завтра, то есть, вот, такого не надо, там, то есть, там… Ну, то есть, это не инструмент для спекуляции, да, вы разговаривали о рисках, Костя? Нет, конечно, нет, да, и обязательно, вот, Костя отметил, я эти, в принципе, идеи привел ради дивидендов, по сути, вот, потому что, на мой взгляд, дивиденды в таких историях, ну, это некий такой хедж, хотя бы, то есть, если есть история по выплате более-менее стабильная, пускай, там, у акции большие спреды между Бидомаском, но вы ее по адекватным ценам взяли, вы более-менее прогнозируете потоки в будущее, да, и у вас есть более-менее четкое понимание по доходности акции, то есть, вы ее можете положить в портфель свой, она вам мешать не будет точно здесь, вот, а инвестиции, там, на средства газовых проводов, они как шли, так не будут идти, вот. Ну, это, это все история, как бы, на несколько лет скорее, потому что, иначе просто в рамках спреда, в рамках общерыночных движений, там, конечно, тяжело что-то делать. Я понял, давайте сразу вопрос, единственное, что он касается банковского сектора, Банк Москвы и Мособлбанк интересуют. Прокомментируем, не сможем? Ну, Банк Москвы, там, наверное, основная интрига заключается в том, что, конечно, по уму-то ВТБ нужно выставлять аферту на выкуп, но, так как сделка была структурирована достаточно хитрым образом, аферты никакой там не происходят. Непосредственно по Банку Москвы, наверное, можно сказать, что баланс имеет тенденцию к улучшению, но основная идея, это будет там выкуп или не будет, на мой взгляд. Ну, вот, когда Андрей спрашивает, почему они так сильно провалились, я так понимаю, что это связано, да, с тем, о чем ты говоришь? Ну, Мособлбанк, это абсолютно, если мне не изменяет память, совершенно неликвидная бумага, листингованная только на ММВБ, там, объем 1000 рублей в день, поэтому тут даже говорить не о чем. То есть, даже вот под нашу тему это не попадает сегодня, рынок низко ликвидный. Ну, смотрите, я для себя классифицирую четыре группы, выделяю голубые фишки, выделяю мидкэп, это компании типа ММК, Мечелла, там, какие-то вот такого уровня, третий эшелон, где что-то можно взять, вот, из выше озвученных имен, ну, и есть еще безумный пласт четвертого эшелона, ну, там даже не стоит на это обращать внимание, многие, дело в том, что многие вещи в Борде заводились исключительно под какие-то налоговые махинации, нужно было сделать какую-то признаваемую сделку для налоговой, там тролливали, и в итоге вот за, там, 5-6 лет одна вот эта сделка, ну, тут даже говорить особо не о чем. Вот у Мособлбанка, например, та же история? Я не готов по Мособлбанку сказать, я просто видел, что там объем, он настолько мизерный, что он предполагает, там, конечно, очень маленький фрифлот, и, конечно, при таком объеме, там, цена может быть, она любой может быть, по сути дела. Ну, это да. Да, еще очень важно помнить при инвестициях вот в такие низко... Ликвидные. Ликвидные акции, да, надо просто понимать, что многие компании, в принципе, перестали публиковать отчетность свою, в связи с тем, что у них количество акционеров меньше 500 стало, да, то есть акция интересна, вот, к примеру, башни нефтегеофизика, да, у них последний отчет был за первый квартал, и все, собственно, потом у них там изменение, значит, количества акционеров ниже 500 стало, и все, и отчетности нет, и так это, то есть это не первый имитент, который делает это. Но он делает это сознательно, я так понимаю, да? Ну, формально он, в принципе, прав, то есть к нему претензий никаких, претензий никаких нет, да. К нему право. Ну, если у вас есть акции, мне кажется, вы можете позвонить в любом случае там в вашу нефтегеофизику и спросить у них отчетность, потому что они внутреннюю отчетность, конечно, делают там для себя, но, видимо, для внешнего пользования они не... Ну, для налоговой они должны в любом случае что-то делать. Для налоговой точно делаем, конечно, да. Вот, плюс у ваш нефтегеофизики все-таки МСФО еще было. Ну, это было тогда, а сейчас я тогда уже... Да, ну, не факт, опять же, там и изменения происходят интересные в акции, там, и здесь вот в ваш нефтегеофизике интересные просто есть темы, конечно, акции на бирже практически нет, то есть там, грубо говоря, один оффер стоит и все там, собственно, он там более-менее плавает как-то вот, но дело в том, что башнефть заявила о планах практически увеличить сейсмику в 10 раз. И порядка, наверное, третий портфеля башнефть и геофизики приходится на башнефть. То есть, если, в принципе, мы говорим о рынке сейсмике, то, конечно, рынок консолидируется под такой компанией IGSS, у нее скоро IPO будет в Лондоне, вот, это активы, там, и Тимченко, Тимченко, то есть, Шлюмберже участвует тоже. То есть, это крупный игрок, на которого приходится порядка 50-60% рынка всего в сейсмике. Вот, башнефть и геофизики, это такой больше местный игрок, Волга-Уральский регион, у них, конечно, есть там и заказы по Западной Сибири. Маржинальность бизнеса хорошая, то есть, они дивиденды платят, ну, там, конечно, доходность не 20%, ну, там, процентов, может быть, 10 будет. Ну, я внесу ложку дегтя в бочку меда, чуть-чуть с другой точки зрения. Дело в том, что, если мы играем во все эти истории, мы должны понимать очень четко основной драйвер, который был под российским рынком акций малой капитализации исторически. Исторически это были консолидационные процессы. Условно говоря, крупные предприятия, например, в момент приватизации получившие какой-то набор активов, в течение 10 лет они его добирали на рынке, через аферты, потом через сквизауты. По большому счету был некий кругооборот акций в природе, назовем так, скупщики на местах скупали у коллектива, потом это переходило в компании, которые специализировались на акциях второго эшелона, аккумулировались потом в крупных фондах, было несколько специализированных крупных фондов. Дальше фонды использовали свое влияние, большие пакеты, разговаривали с менеджментом, с собственником, все это возвращалось вот туда. В 2008 году эта картина треснула, потому что, во-первых, многие фонды, специализирующиеся на всем этом наборе инструментов, они закрылись, распродались. Они по собственной анициативе закрылись или так сложилось? Ну извините, когда у вас там все упало в 20 раз, в лучшем случае, то тут уже и против этого были какие-то кредитные ресурсы, то мы знаем, что уважаемые компании ЦИС, Антанта, Капитал, они в принципе рухнули на всем этом деле. С фондами, ну это просто стало особо никому не интересно, и многие люди, кто этим профессионально занимались, еще озвучивали такую мысль, что покрывать тысячи бумаг в борде силами там пяти человек невозможно. Мы тоже сталкивались с этой проблемой, когда у нас на позиции было 600 там эмитентов. Кость, еще раз новости, мы слушаем новости, потом обязательно расскажешь. Итак, продолжаем наш сегодняшний эфир. Инвестиционные идеи по рынку низколиквидных акций. Сегодня такая тема программы «Сухой остаток». Виталий Крюхов, Константин Комиссаров в студии. Кость, я тебя прервал, продолжай, пожалуйста, интересно. Да, соответственно, просто многие компании озадачились таким моментом, что невозможно покрывать такое огромное количество бумаг, просто даже невозможно следить за новостями, которые там проходят. С учетом достаточно низкого уровня корпоративного управления, вы там можете попасть и в доп. эмиссию, там, вот мы, допустим, видели в 100 раз доп. эмиссии. По закрытой подписке, задним числом документы вы могли увидеть только где-нибудь там, условно говоря, в Каменогорске, в ДК, там, Металлург. И нужно было это узнать из местной газеты, там, Рабочие Урала, там, которая вышла полгода назад. Причем единственное экземпляре еще. Да, да, да. Генеральному директору лично. Поэтому тут много подводных камней, и, на мой взгляд, есть небольшое количество очень точечных историй. На мой взгляд, их не больше, там, 5-7. Может быть, я, вот, честно говоря, не готов раскрывать просто все карты, потому что ликвидность такая низкая, что самим бы что-нибудь собрать. На всех не хватит. На всех не хватит. А все остальное, скорее, этот рынок умер, потому что, к сожалению, вот я начинал с того, что в основе лежали процессы консолидации. Наверное, что-то и сейчас происходит. Мы видим просто бум, оферт. Каждый день происходят, выходят какие-то оферты, то есть собственники пользуются ситуацией. На этом тоже можно строить определенные стратегии, но там доходности, они сопоставимы из чуть выше бандовых, но, тем не менее, там что-то можно делать. К сожалению, допустим, классический рынок Small Cap в Штатах, в Австралии, если мы затрагиваем ресурсную тему, то это все же действует чуть-чуть по другой схеме. Мы, допустим, с Виталием получили какую-то лицензию, мы привлекли кредит, мы начинаем там что-то разрабатывать. То есть мы создаем какой-то новый продукт или услугу, дальше уже в зависимости от того, хватит у нас здесь возможности или нет что-то сделать. То есть вот он, основной драйвер именно Small Cap классического, а не то, что там какие-то крупные мажоритарии, там честно либо нечестно пытаются что-то забрать с рынка. То есть принципиально другой подход, как всегда. Да, ну в любом случае там остаются на рынке темы о консолидации, мы в принципе видим, идет консолидация портов, вот это Мурманский, Ванинский порт, вот, конечно, там есть специфика своя, там кто-то, ну скажем так, весьма дешево покупает, там, например, как Мурманский порт, сначала там у одних акционеров, значит, там втридорога, значит, у государства немножко подешевле, вот, Ванинским портом вот история будет в следующем месяце, то есть это вот может быть такая перспективная история, вот, но в портах можно обратить внимание на прифа, например, да, потому что обыкновенные акции там по Мурманскому порту, понятно все в принципе, вот, ну, прифа есть у них доходы, там 10 процентов, в принципе тоже, наверное, интерес есть, то есть консолидации, вот, морские порты, да, плюс аэропорты, Толмачева аэропорт, весьма крупный аэропорт, по-моему, ой, какое у него место, четвертое, или где-то там, шестое место, я уже сейчас не вспомню, Ну да, то есть очень крупный сибирский порт, вот, там идет, там была оферта, вот, она, по-моему, кончилась уже, да, там по обыкновенным акциям была, вот, но там история в том, что они стабильно платят дивиденды, и если эта история продолжится, то вот за этот год, там у них идет очень сильный рост прибыли, там, в три раза, да, в три раза, это связано с тем, что они просто с прошлого года возобновили бизнес по продаже авиатоплива, а это бизнес очень маржинальный, вот, и, в принципе, он у них выручки, там, более 50 процентов сейчас, и поэтому у них чистая прибыль, там, за этот год вырастет очень сильно, и дивидендная доходность на прев может быть, там, порядка, ну, под 30 процентов даже, вот, думаю, что эта тема интересная, она, в принципе, может еще стрельнуть, и результаты хорошие, что на этом тоже можно делать ставку, плюс, как бы, тема оферты, оферта была, там, по 11,5 долларов примерно, то есть, прев немножко пониже стоит, еще, конечно, непонятно, какая будет оценка прев, какие будут, там, разные коэффициенты учитываться, но, если выкупа не будет, то доходность акций высокая, вот, поэтому, вот, эти, эти темы остаются, плюс, вот, мне кажется, можно коснуться военной тематики, вот. Ну, военную, военную, честно говоря, я бы в военщину просто поприори не лез, потому что более закрытой отрасли найти сложно, в некоторых компаниях секретом является даже количество акционеров. Это военные тайны, это нормально, конечно. Ну, это да, но бюджет, конечно, выделен колоссальный, то есть, мне кажется, наши зрители, слушатели знают об этих суммах 23 триллиона до 2020 года, там, на будущий год, по-моему, там, 2 триллиона, там, вообще, ну, суммы, то есть, порядками, там, триллионов исчисляются, вот, думаю, что по ряду заводов, там, смена министра обороны может привести к ускорению оборачиваемости денежного потока, скажем, скажем так, мягко, вот, и не Ну, я думаю, что многим заводам будет проще жить при новом министре обороны, вот, мне на глаза попался очень интересный завод, он входит в холдинг Алмаз-Антей, это машиностроительный завод имени Калинина, вот, акция, конечно, там, за последний месяц выросла в два раза, но я думаю, что потенциал роста еще остается, думаю, что еще в полтора раза вполне акция может вырасти, то есть, я там не говорю о ПИИ, там, да, здесь, опять же, дивидендная тема, это, как бы, красной нитью, наверное, будет проходить через всю нашу передачу, да, то есть, это как некий хедж просто, то есть, слушатели должны понимать, что это как некая безопасность для инвестиций, вот, поэтому дивидендная доходность, даже сейчас, после этого роста, там, с порядка, ну, под 30 процентов тоже, вот, и очень сильный рост прибыли, они увеличивают поставки на экспорт, это в основном зенитно-ракетные комплексы С-300, Буки, вот, через каналы Рособоронэкспорта, то есть, это высокомаржинальный канал, вот, и у них идет рост поставок и рост прибыли, вот, поэтому, вот, это тоже интересно, я бы, в принципе, вот, из военной тематики, да, холдинг Алмаз-Антей, и вот, дочки, которые входят в этот холдинг, ряд из них, может быть, весьма интересен. — У тебя, вот, не смущает, Костя, замечание делал, говорит, он воещену бы не лес, потому что там все очень... — Смущает, конечно, да, потому что... — Загадочность. — Это, опять же, как, вот, в третьих эшелонах, это очень точечная история, точечная инвестиция, очень важно сделать правильный выбор и не ошибиться здесь, вот, потому что были там истории, там, и... — Правильный выбор, опять, вот, частный инвестор, да, вот, как он сделал правильный выбор? — Ну, вот, вот, например, недавняя история, да, вот, выкупом с Нижегородского авиазавода «Сокол», да, то есть, цена выкупа была, там, ну, раза, по-моему, три, наверное, ниже рынка, то есть, там, и пошло по... Но, просто, завод, он, в принципе, у него и большой долг, он и убыточный... — Банкрот, по факту, последние 10 лет, он банкрот. — Да, поэтому, конечно, вот, в такие истории свои деньги вкладывать не надо, то есть, надо смотреть дивидендную политику, есть ли широкая база акционеров, может быть, там, какие-то, вот, там, персонал, например, да, какой-то, там, вот, или менеджеры имеют крупную долю, уж себя, наверное, менеджеры ущемлять не будут, точно, наверное, да, ну, бывают разные случаи. — Итак, смотри, вот тебе вдогонку вопрос от слушателя, РКК «Энергия», он спрашивает, насколько перспективно, и компания «Иркут», ну, если тебе знакомы. — Ну, я думаю, что РКК «Энергия» — это в свете предстоящего реформирования космической отрасли и формирования холдингов в космической отрасли, потому что там сейчас поменялось руководство, и идут такие процессы понимания, куда отрасли дальше двигаться, то есть, это будет ли госкорпорация вновь какая-то создана, там, либо это как-то… — А как думаешь, скорее всего будет госкорпорация? Ну, учитывая, вот, параллельно же идут у нас, да, некие механизмы там? — Да, можно какой-то такой assumption сделать, что… — Скорее всего так. — Скорее всего, да. Поэтому я бы пока вот до темы завершения, какое-то вот понимание, как будет отрасль выглядеть дальше, и я бы вот зрителям посоветовал не лезть в истории, где нет дивидендов, там, или они очень низкие, да, то есть, ну, то есть, это, опять же… — То есть, вот это ожидание, оно может просто пшиком оказаться, да? — То есть, не надо делать ставку просто на рост, например, там, спроса, что… — Цена выстроить на 200 процентов. — Нет, просто такие идеи, они очень штучные, там специфические темы какие-то, да, то есть, просто купить акцию на то, что там заказы в оборонном секторе увеличатся, это не идея, по сути. То есть, должна быть внутри акции какая-то идея, либо дивиденды, либо какие-то выкупы, вот Костя говорил правильно, там, ну, какая-то вот фишка должна быть. Просто так покупать на том, что там, вот, значит, заказы, вот, это не та тема. — В этом случае РКК «Энергию» мы отставляем в сторону. Еще один вопрос, смотри. Ну, вот ТГК, Енисейская ТГК-13 интересует, ну, и, в принципе, я бы, если можно, поговорил бы с вами. Вот, что мы, некоторое время назад, вы помните, да, мы отвечали, с вами же, по-моему, вместе, пытались, точнее, отвечать на вопросы, касаемые ТГКшек, ну, и как-то их в сторону так отодвинули, что они сейчас не особенно интересны. — Ну, по Енисейской ТГК и по ТГК-12 Кузбасс Энерго там, помимо всех вот этих негативных трендов, которые коснулись общего энергетики, генерации в том числе, особенно ТГК, там много специфических нюансов, не будем на них останавливаться, там надо, чтобы люди там глубоко понимали, о чем речь идет. Там, к сожалению, получилась очень некрасивая корпоративная история. Это две дочки Суэка. Значит, изначально, что они сделали, они центр прибыли с этих предприятий сместили на свои угольно-добывающие активы, потому что продавать низкокалорийные угли по 50 долларов за тонну, когда их там транспортировать, там, условно говоря, 10 километров от разреза, это, наверное, высоковатая цена, как минимум. Соответственно, косты выросли. А дальше, по непонятным причинам, Суэк из каждой из этих станций выделяет каждую из входящих в ТГК станции, там из каждой выделяется порядка 16. И, по большому счету, остается, как я понимаю, оболочка, которая, ну, даже до конца не ясно, чем будет заниматься. То есть, там реальные финансовые деятельности, вот, у Ауи Енисейская ТГК вести не будет. Будут акционеры, кто был на дату отсечки, получат еще там около 8 или 10 всевозможных там Белозерских ГЭСов. Соответственно, здесь вот такая история, наверное, про эти два актива, к сожалению, надо забыть. Да, просто забыть. Ну, здесь надо понимать еще один очень важный вопрос, что давление на энергетику со стороны регулирующих органов сохраняется. Из последних комментариев, любопытных, что я слышал от людей, которые, ну, может быть, не определяют вектор, но, по крайней мере, проводят расчеты в этом направлении, тезис был такой, что текущий уровень тарифов в экономике, он чрезмерен для экономики. Не только для энергоемких бизнесов, как производства алюминия, там, цинковь и расплавов, но и уже для обычного машиностроения. Соответственно, задача регулятора найти баланс между потребностями в обновлении фондов и темпом роста. Ну, да, и баланс, естественно, поиск этого баланса отразится, наверное. Ну, вы понимаете, как дальше. Продолжаем обсуждать, продолжаем обсуждать сегодняшнюю тему. Рынок низколиквидных акций. Об этом мы сегодня говорим в эфире. Финам ФН «Сухой остаток». В гостях Виталий Крюков, Костанин Комиссаров. Ну, и, значит, отвечаем мы на вопросы. Один из них, как касался уже, да, Костя ответил, ТГК, 13-12. И вот судьба Фортум интересует. Ну, это из той же области, ТГК-10. Там дело в том, что, наверное, это с точки зрения производственных активов, это лучшее. Одно из лучших, что есть в ТГК, просто в силу расположения этой станции, Тюменскую область. Но дело в том, что там очень низкий фрифлот. Соответственно, ничего специального там не происходит. За исключением того, что Фортум, когда проводят одобрение крупных сделок, они всегда, как и требует законодательства, ставят оферты на выкуп, ставят справедливо, не обманывая миноритариев. То есть, ну, вот, может, это самое интересное, что там есть. Ну, то есть, в этом случае, можно сказать, что она предпочтительнее, да, чем то, о чем мы говорили? В этом случае можно говорить только об одном, что, если возвращаясь к той идее, что я озвучивал по энергетике, степень вмешательства будет очень большая в ближайшие годы. Поэтому, по возможности, от этого сектора нужно держаться подальше. Да, ну, вот, тема цен на электроэнергию, конечно, она очень актуальна сегодня стоит. И цены, по сути, сопоставимы там с американскими. Есть не выше. Да, ну, если не выше, конечно, да. И вот я просто могу там привести пример, там, добывающие отрасли и переработающие отрасли. Ну, когда у вас в себестоимости порядка третьей приходится на электроэнергию, ну, это, наверное, как-то не очень неправильно, да? Да, наверняка. Поэтому, конечно, думаю, что государство будет более жестко регулировать этот сектор. И, наверное, не лучшие времена ждут. Я понял. Хорошо. Ну, в смысле, не очень хорошо, конечно. Ну, по крайней мере, понятно, да? Костя, вот, как сказать, озвучил. Еще есть вопрос, может быть, неожиданный несколько. По латинице написано. Слушатель сфинам.ру спрашивает. И о 2 ТВ. Есть такая штука. Его перспективы интересуют Олега. Ну, на мой взгляд, про вот эту компанию лучше забыть. Там происходят не совсем для меня понятные вещи. В отдельные моменты оборот внутри дня превышает уставной капитал. Что это такое? Вопрос к ФСФР. Ну, либо уже сейчас к мегарегулятору, который будет образовываться. Дело в том, что, к сожалению, на вот этой инновационном секторе ММВБ появился ряд таких историй, где вот просто такие чрезмерные обороты, они вызывают определенные вопросы. Как такое в природе может быть? То есть у компании поменялись, ну, с учетом того, что фрифлот еще меньше, у компании за день поменялись несколько раз собственники. То есть получается именно так, да? А дальше уже вопрос, для чего это делается? Кем это делается? И кем. Ну, вот просто, слушатель, я вот уже замечал не первый раз, в основном фокусируется на ММВБ, на низколиквидных акциях, вот именно на ММВБ. Ну, понятно, почему, потому что это проще сделать. У всех есть доступ на ММВБ, в РТС-борде это очень сложно. Все-таки это переговорные сделки, звонить там, комиссии больше там. Ну, просто, мне кажется, слушатель, не надо идти по простому пути здесь, вот, и выбирать, грубо говоря, низколиквидные акции там с ММВБ, потому что, вот Костя правильно отметил, ну, там, конечно, есть интересные истории, но по большому счету это такие вот некие рисованные истории, за которыми порой ничего не стоит просто. Или что-то такое, да, не совсем чистое? В основном частные инвесторы смотрят, о, как она ходит, например, да. Вот, например, там, якутская топливная компания, там, да. Ой, какая интересная акция, там, она вот выросла, там, понимаете, но в ней все хорошо, маржинальность, там, более 50%, то есть планы по удвоению добычи газа, то есть, ну, все идеально. Одна проблема – акционер, да, это сумма. И в июле они успели два раза выставить оферту, вот, причем за месяц цена изменилась, там, кратно, да. То есть, явно это сигнал просто инвесторам, ну, как-то более осмотрительно подходить. То есть, она потом выросла, акция, но, опять же, я просто в такие истории не советую играть, потому что она сегодня выросла, а другая история упадет просто, да, и обнулит ваши инвестиции. Поэтому вот в такие истории, где бумага ходит на 20-30% в день, я бы не играл особенно. И вот мы сегодня говорим в основном про акции, которые в РТС-борде. Вот, поэтому я бы все-таки вот фокусировался на этом. То есть, они, в твоей точке, предпочтительнее, чем то, что вот на… Ну, опять же, здесь мы, то есть, я здесь не советую делать выбор между площадками, да, то есть, площадки, здесь суть не в площадке, а в бизнесе, который вы покупаете. То есть, мне кажется, слушайте, надо подходить к инвестициям не к тому, что они просто какую-то бумагу покупают, да, а покупают маленькую долю бизнеса. То есть, они должны оценивать бизнес в первую очередь, а не волатильность бумаги, там, теханализ проводить. Ну, в данном случае, если мы говорим об инвестициях, да, то все это уже, знаешь, смысла-то не имеет. Кость, у меня к тебе вопрос, вот ты упомянул вновь созданную, да, вот эту инновационную площадку на бирже. Что это за история, если можно поподробнее? Ну, эта история, она, это очень хорошая идея, это площадка для того, чтобы помогать маленьким компаниям привлекать финансирование в свой капитал. Ну, дело в том, что, ну, тут тяжело сказать что-то в общем, каждую историю нужно рассматривать отдельно, безусловно. Что-то просто размещалось очень дорого изначально. То есть, когда у вас компанию размещают Пинаи 200, под ней те ожидаемые темпы роста, и вот, понимаете, если там что-то как-то не срастается, то глубина падения здесь бездонная. Это, я имею в виду, русские навигационные системы. Вот, что-то из компании размещалось, люди просто не разобрались, что производство биологически активных добавок, ну, наверное, это не столь инновационно-маржинальный бизнес, что он должен стоить каких-то больших мультипликаторов, и ростов тут особо по определению, наверное, быть не может, потому что смешать травку, как бы, наверное, здесь нет особого ноу-хау, это мы касаемся диода, ну, и так далее, как бы. Извини, я периодически напоминаю, что у нас какой-то связь со слушателями вот такая, на уровне подсознания. Вот как раз вопрос буквально пришел сейчас от Галины, акция «Идиот! Что с этой компанией?» Хорошо упали, потому что мультипликаторы относительно темпов роста бизнеса и структуры бизнеса на размещении были, на мой взгляд, очень высокие. Сейчас я ее давно, честно говоря, не смотрел, затрудняюсь что-то сказать. То есть, вывод я делаю из твоих слов, что это логично было, да? Да, абсолютно. Абсолютно логично. И такие истории не должны опять привлекать. Да, можно еще бы привести истории интересные, кстати. Вот мы фокусировались на инвестициях. Можно теперь плавно перейти на область дорожного строительства, строительства дорог, мостов. Многие там смотрят на компанию «Мост-Отрест», да, потому что в основном там, конечно, основной подрядчик по строительству всех дорог, мостов. То есть, это «Мост-Отрест», да, и спрашивают, почему акция падает. То есть, и пытаются там как-то понять, потому что портфель у них, в принципе, огромнейший. То есть, это более 10 миллиардов долларов. Конечно, все тендеры выигрывают они, по сути, да. Но вот акция падает, да. И я бы просто обратил внимание, может быть, не на «Мост-Отрест», а на «Мост-Отрое-11». Это их дочка. Это их дочка. Дивидендная доходность, опять же, высокая. Там менеджеры, по-моему, более 50% имеют в капитале. У «Мост-Отреста» там блокирующий пакет. «Мост-Отрест» уже неоднократно заявлял о намерении выкупить эту компанию. Вот, поэтому эта тема потенциально, она может быть интересна. При этом мультипликаторы кратно ниже, чем у «Мост-Отреста». Здорово. Ну, и тем не менее, можешь на этот вопрос ответить, заинтриговал? Почему при всем при том, что «Мост-Отрест» — это вот такой вот гигант, и акции его падают? Ну, во-первых, там есть история, что все-таки значительную часть заказов на Суп подряд отдается. Это, в принципе, обыкновенная процедура. То есть, многие компании делают так, но из-за этого маржинальность немножко падает. Плюс, ну, это немножко, знаете, все-таки тема уже такая политическая тема. И, может быть, многие просто не совсем уверены в жизнеспособности этих заказов в будущем. И как это все будет развиваться. Потому что реально отрасль меняется постепенно. То есть, одно дело, когда вам там бюджет выделил деньги, вы освоили его там. Ну, и забыли, собственно, про то, что вы сделали. Собирались. Получили свои деньги. А сейчас примеров таких много совсем не. Отрасль переходит на долгосрочные договоры. То есть, не только компании будут строить, но и обслуживать потом это все. То есть, сразу не свинтишь после того, как деньги освоены. Это такая более сложная история. Но, опять же, конечно, сама по себе акция, как вот ставка на дорожное строительство, она, наверное, интересна, потому что другой такой компании в России нет. Я где-то читал буквально два дня назад, что в России построят все дороги через тысячу лет. Это в правительстве было совещание. Ну, может быть, да. Если такими же темпами, по-моему, 500 километров в год, то уйдет, значит, тысячу лет. Причем это как-то было подано так, что, ребят, все будет хорошо. Россия будет вся в дорогах. Через тысячу лет. Да. Поэтому надо ускорить строительство. Освоение бюджета. Если дисконтировать денежные потоки мостотреста на горизонте тысячи лет, там, конечно, близко к нулю все уйдет. Да, точно. Так растягивать нельзя. Друзья мои, спасибо вам огромное. Я буду подытоживать. Ну, прежде всего, небольшой анонс. «Мифы о девяностых. Анатомия лжи-2» сразу после выпуска новостей в гостях у реального времени бывший советник Путина по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Оставайтесь с нами. А я благодарю моих сегодняшних гостей. Напомню, Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал», Константин Комиссаров, управляющий активами ЛОКО Банка, были сегодня в студии. Мы с вами обсуждали тему, которая называется инвестиционные идеи по рынку низколиквидных акций. Идеи этих предостаточно, и вы, я надеюсь, сегодня в этом убедились. Есть и риски, да, Костя? Риски всегда существуют. Вот, по крайней мере, о них тоже была речь. Основная идея все-таки это дивидендная доходность, поэтому с этой точки зрения все достаточно очевидно. Ну, и я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Сухой остаток, Олег Дмитриев. Успехов на рынке. Всего хорошего.